Всем привет! С вами Айка и очередная распаковка сайта Shein. Ну, очень мне захотелось, решила заказать. И, кстати, посылка дошла очень быстро. Всего за 9 дней, представляете? Я в шоке была, когда мне позвонил курьер и сказал, что он уже подъезжает с моей посылочкой сайта Shein. Но это хорошо, потому что там есть летние вещи, которые я еще успею поносить. Небольшой такой дисклеймер. Все вещи я заказывала за собственные денюжки. Это не интеграция, это не реклама. Поэтому я вам говорю честное свое мнение по поводу этих вещей. Даже более скажу, я хочу снять видео про худшие заказы сайта Shein. Потому что иногда, когда ты делаешь распаковку, ты как бы смотришь на вещи, и она тебе нравится. Но в процессе носки, когда кидаешь постирать вещь, ты понимаешь, что качество ну так себе. И как раз-таки эти вещи я хочу собрать вместе и снять для вас отдельное видео. Итак, я открыла. Вещей тут много. Они очень герметично все это упаковывают. Я вам говорила, что я начала смотреть в блогера, а точнее тиктокера, девушку, которая носит такие винтажные длинные платья. И мне очень захотелось какое-то длинное платье. Очень понравился вот этот орнамент. Такие персики, желтое платье. Смотрите, какая красота! Я буду как цыпленок. Здесь даже есть подкладка. У многих, кстати, вещей Shein нет подкладки. И причем ткань очень неплотная. И прям все видно. Поэтому нужно носить белье какое-то телесное. В общем, ткань достаточно плотная. Мне кажется, летом будет жарковато. Но мне очень понравился принт. Тем более, по-моему, это платье было на скидке. Я решила взять и думаю, что успею пока что поносить. Швы здесь все идеально прострочены. Мне нравятся. Надеюсь, что длина мне подойдет. Иногда смотрю в тиктоке, девчонки жалуются, на кого шьют эти брюки. Они все длинные. Или другие девчонки, на кого шьют эти брюки. Они все короткие. Я как раз таки вхожу в список тех людей, на кого шьют. Я всегда, когда покупаю джинсы, платье, мне всегда длина идеальна. Никогда ничего подрезать не надо. В этом плане мне очень повезло. Ну что, платье пока что мне нравится. Погнали мерить. Принт персики, на мой взгляд, это идеальное решение для летнего платья. Но, к сожалению, в этом случае не могу назвать это платье на 100% летним. Потому что ткань, из которого сшито это платье, достаточно плотная. И я думаю, в жаркую погоду 100% вы в этом платье запаритесь. Материал чем-то напоминает материал, из которого изготавливают кухонные полотенца. А, на мой взгляд, для платья это не лучшее решение. Итак, следующая вещь. Очень герметично все запаковывают. Вообще, молодцы, реально. Что-то вижу красное. Вы знаете, я думала, что посылка приедет не настолько быстро. И я уже заказывала вещи какие-то, ну, на осень, так скажем. Это тоже из этого же разряда. Кофточка с длинным рукавом. Здесь вот такая сборочка. Думаю, будет смотреться хорошо. Ткань не очень приятная на ощупь, на самом деле. Но цвет очень яркий. Я ожидала, что будет поплотнее. Ну, как раз, думаю, на осень вместе с какой-то кожанкой носить можно. В области груди интересная сборочка. Сейчас я заметила, что многие носят подобные кофточки. Решила себе тоже заказать. Когда вы собираете эту сборочку, получается очень романтичный такой стиль. А когда наоборот разбираетесь, вы превращаетесь в скромняшку. Рукава на месте. Все сидит отлично. Размерка S. Цвет мне очень понравился. Достаточно яркий. Вот как раз-таки в этом изображении камера точно передает оттенок этой кофты. Цветов было много. Думаю, если понравится, если после стирки кофта будет вести себя хорошо, можно заказать еще несколько других расцветок. Стоит тем более недорого. О, обувь. Летняя обувь сейчас там на скидках. Но, правда, не все размеры есть. Уже много чего распродано. Но я решила рискнуть и заказать. Прошлая обувь, которую я заказала с сайта SHEIN, оказалась мне невероятно большой. Хотя я ориентировалась на размерную сетку и заказывала строго по размерной сетке. В этом случае, мне кажется, подойдет. Как раз-таки тут размер пятерочка. Думаю, что подойдет идеально. Как раз вот сейчас гонять. Я боялась все-таки и думала, скорее всего, что особо не успею поносить. Но пока что погода позволяет. Почему бы нет? Посмотрите, какая красота. Летняя обувь на скидке. И мне кажется, надо брать. Брать на следующий год и носить прям с удовольствием. Если вы на постоянной основе смотрите мои распаковки, вы наверняка видели в предыдущем видео, как я приобретала себе с SHEIN. Обувь наподобие этой, тоже с цепями. Мне очень нравятся цепи. Но, к сожалению, там с размером промахнулась. Но обувь была наподобие, что и здесь. Очень хорошо подошла. Мне нравится. Еще носить время есть. Тем более, купила со скидкой. А, следовательно, выиграла. На ножке тоже смотрится очень утонченно, красиво. В общем, я очень довольна. Даже можно взять еще в коричневой расцветке. Я заметила, что все берут в черный. Решила взять в черный. Но, думаю, что и коричневая тоже не помешает быть в моем гардеробе. А это как раз-таки из-за чего я делала заказ. Я вам на мукбанке рассказывала, что я начала следить за девушкой, которая одевается в винтажном стиле конца 80-х годов. Это смотрится невероятно круто. И я смотрела на ее луки. Конечно, варианты то, что она носит, я бы это не надела. Если бы даже надела, все вокруг бы на меня смотрели косо. Поэтому я решила заказать что-то наподобие. Вот такое вот платье. Смотрите, какое оно милое. Материал очень приятный. Платье длинное. На самом деле, немножко промахнулось цветом. Я думала, что платье будет посветлее. Но оказалось, что это такой больше даже зеленый оттенок. Хотя нет, вам тоже камера немножко искажает изображение. Ну да ладно, какая разница. Еще здесь ремешочек такой. К сожалению, платье мне конкретно велико. И в талии, и в области плеч. В общем, везде платье мне большое. Хотя очень необычное платье, согласитесь. И даже я не совсем понимаю, нравится мне оно или нет. Выложила вам в инстаграм, чтобы вы сказали свое мнение. Естественно, многим подобный формат платьев не нравится. С одной стороны, я смотрю на себя в зеркале и думаю, я похожа на бабушку. С другой стороны, я смотрю на себя и понимаю, нет, какой-то интересный стиль. В этом есть какая-то своя загадка и изюминка. Но, к сожалению, то, что платье мне большое, это очень сильно бросается мне в глаза. Может быть, вы не очень обращаете на это внимание. Но, например, плечи конкретно не сидят на месте. То есть, они свисают. И это смотрится, естественно, не очень. Опять же, цветов там было много, но размер это S. Меньше этого, кстати, не было. Так что, учитывайте, если вы по объему меньше, чем я, а я свои параметры обязательно оставлю в инфобоксе, чтобы вам было легче ориентироваться. Самый маленький размер S и мне он большой. Так что, уже смотрите по своим размерам. Это уже красота на зиму. Специально взяла в большом размере. Господи, что это такое? Мне вообще не нравится. Это такая ужасная синтетика. Мне кажется, в этом не будет тепло. Какой ужас. И это, можно сказать, самая дорогая вещь из этой посылки. Мне вообще не нравится, девочки. И столько отзывов на эту вещь. И все прям положительные. Я в шоке. Разочарование. Еще, конечно, надо померить и посмотреть на деле. Но мне уже не нравится ни цвет, ни плотность. Этот свитшот по праву взял титул. Худшая покупка за всю историю моих покупок. Вот вы на видео видите, вроде как неплохо смотрится. Вы, наверное, напишите, айка, что ты придираешься. Вроде все отлично. Но обычно такие свитшоты хорошо смотрятся, когда они плотные и теплые. На видео это незаметно, но в жизни это выглядит просто ужасно. То есть свитшот очень тонкий, нетеплый и большой. Ну, в общем, я недовольна, если честно. Мне кажется, пару стирок буквально. И он будет весь в катышках. Хотя это самая дорогая покупка. Очень жаль, что приобрела. Если бы знала, вообще бы не купила. Следующее платье, которое я взяла в последний момент. Просто мне понравилось, как смотрится на модели. Ну что? Ожидала я, конечно, другой материал. Но все это дело обязательно надо погладить, чтобы уже говорить о конечном своем мнении. Это платье тоже как-то больше, наверное, на лето. Везде торчат нитки. Швы проработаны очень неаккуратно. Не знаю, даже радуется такой покупке или нет. Сказать, что я довольна своим заказом в этот раз, если честно, нет. Посмотрите на торчащие нитки. Это даже видно на камере. Хотя, вы знаете, в жизни все намного хуже, чем на камере. Камера как-то сглаживает, делает все краше, лучше. Особенно, когда у тебя камера Canon. Но в жизни это все смотрится намного хуже. Естественно, я это все носить буду. Не выбрасывать же это на мусорку. Но мне кажется, в этот раз заказ был максимально неудачный. И вот это вот платье, если бы я увидела с такими торчащими нитками абсолютно везде, то я бы, скорее всего, 99% я его бы в обычной жизни не купила. Ура! Наконец-то! Кое-что выпало, по-моему. Я купила декоративный скотч для своего скетчбука. Хоть вы не смотрите эти видео, я все равно их буду снимать и закидывать. У девчонок я увидела фотографии с декоративным скотчем. И я поняла, что я тоже хочу. Я в Пинтересте увидела фотки такие классные, где оформляют края именно декоративным скотчем, а посередине рисуют. Я поняла, что я тоже хочу и заказала себе вот такой вот наборчик. Декоративный скотч я хотела достаточно давно. Вы знаете, что я снимаю видео про скетчбук. И я не только снимаю, но и смотрю других ютуберов, которые снимают подобный формат видео. И когда я смотрела у одной девочки, мне очень понравилось, как край своего скетчбука она оформляла декоративным скотчем. И на каждой странице у нее был разный декоративный скотч. И это смотрелось очень красиво, ярко, красочно. В общем, мне это понравилось. И я решила тоже заказать. Но именно в этом случае мне не очень понравилось. Если честно, потому что все они похожи друг на дружку. Везде присутствует зеленый цвет. Они очень темные. Хотя на фотографии на шеин казалось, что все будет посветлее. Я не знаю, возможно, у меня просто разочарование в предыдущих заказах. И поэтому мне кажется, что это тоже фигня какая-то. В общем, попробовала я его поклеить на свой скетчбук. Все удачно, все хорошо. Хорошо клеится. Никаких нареканий по этому поводу нет. Единственный цвет. Но в следующий раз я думаю заказать какой-то другой яркий цвет, чтобы смотрелось все гармонично. У нас здесь в городе тоже есть декоративный скотч. Просто здесь нету такого выбора, как на шеин. Там есть и тонкий, и толстый, и разных цветов. У нас в городе даже дешевле получается. Копейки стоит эта штука. Но мне-то надо заказать то, что я не видела. И придет что-то потом расстроиться. В этом во всем есть вся айка. Ну а так получилось мило. Не правда ли? Посмотрите, как красиво. Хорошо, что я его взяла. Оформила разворот, где я писала про Твиксика, моего сыночка. Еще я взяла себе кабель USB для своего айфона. В городе у нас купила USB. Он у меня проработал ровно 5 дней. Так что надо покупать оригинальный. Пусть даже в 20 раз дороже, чем китайский вариант. Но лучше уж купить оригинал. Сейчас посмотрим шин, как будет работать. Здесь очень интересный такой цвет. Надеюсь, что прослужит. Коротко о USB кабеле. Он, конечно, красив внешне и пока что работает. Как долго он будет работать, я не знаю. Потому что до этого я покупала USB кабели неоригинальные, китайские. Они у меня работали буквально 5 дней. Во влогах уже буду вам отчитываться и говорить свой полноценный отзыв спустя время. И предпоследнее, что я здесь вижу, даже не понимаю, что это. Я вроде ничего такого не заказывала. Это вот такая вот кофточка. Долго думала между цветом. Брать желтый или зеленый. Кинула обувь в корзину. Но потом остановилась на желтом оттенке. Надо мерить. Здесь, конечно, по-хорошему надо было снять бюстгальтер. Но я решила не заморачиваться. Все свои, все родные. Вы мне уже как родные. Насчет этой кофточки не знаю даже, что сказать. Материал не очень приятный на ощупь. Но смотрится более-менее ничего. В принципе, осенью можно носить с джинсами. Очень даже ничего. Цвет такой же, как и был на картинке. Вроде много отзывов было. Все были довольны. Я надеюсь, переживет стирку нормальная. И никаких происшествий не будет. Вроде швы все ровные. Нитки не торчат, слава богу, нигде. Смотрится очень даже аккуратно, опрятненько. Размер брала S. И последнее, что я ждала больше всего. Прикиньте, я купила эту кофту. А потом через два дня на нее была скидка 80%. А я купила по полной стоимости. Это было очень обидно. Вау, вот это вот мне нравится. Это вот другое дело. Посмотрите, какой цвет, какой материал. Вот я люблю такой материал. Я не знаю, то ли я не разбираюсь, но на SHEIN, к сожалению, не пишут материалы, чтобы хотя бы как-то ориентироваться. Даже подробной информации о составе нет. Ну а это лучшая покупка. Мне очень нравится, не знаю, как вам. Я, кстати, долго думала брать S или XS, в конце взяла XS. И немного, вот совсем чуток, мне тесновато на самом деле. В этой кофточке смотрится очень красиво, элегантно. Несмотря на то, что у меня яркий бюстгальтер, его совершенно не видно. Ткань не просвечивает, хотя очень тоненькая ткань, нежная. В общем, мне очень нравится. Длина оптимальная, животик видно не будет. Как раз там, где заканчиваются ваши брюки, начнется эта кофта. Кстати, на эту кофту сейчас скидки. Я, к сожалению, промахнулась. И получилось так, что я купила по полной цене. А вам не советую совершать таких же ошибок, которые совершаю я. В общем, такие покупки были у меня сегодня. Если вам было интересно, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь. Всех люблю, целую. Пока.